Всем привет! Сегодня будем готовить люля и к нему будем готовить лаваш. Но эти оба блюда у нас сегодня будут в нестандартном исполнении. Давайте готовить! Для люля нам понадобится фарш. У меня тут килограмм фарша. Я прокрутила 70% свинины и 30% грудка индейки. Я знаю, что среди моих подписчиков есть те, кто не ест свинину. Поэтому вы можете заменить на индейку, на еще телятину, может быть. В общем, на другое мясо, которое вы едите. Ну, тогда добавьте еще немного курдюка, чтобы люляшки у вас были не сухими. Итак, к нашему фаршу я добавляю соль. Вот так, чайную ложку с горкой. Я все равно буду фарш тоже пробовать, потому что и соль разная, и фарш разный. Никогда не угадаешь. Сюда же я отправлю чеснок, выдавленный через чеснокодавилку, один зубчик. Добавлю паприку копченую, молотую. И у меня смесь для шашлыка. Вот хочу показать. Сейчас много разных продается, для шашлыка именно. Тут уже есть и лук, и чеснок, и базилик, и хрен, и порошок горчицы, лавровый лист, гвоздика. В общем, весь набор здесь специй есть. Как раз придаст приятный аромат нашим люляшкам. В общем, отправляю все эти специи сюда. И на килограмм фарша мне понадобится 300 грамм лука. Сейчас я его прокручу в блендере, не буду нарезать. Все, лук промолола и отправляю его сюда, к фаршу. Если с лука вышло много сока, можно его слегка даже отжать. Нам здесь не нужно много сока в луке. Вернее, в нашем фарше. В фарш я смешала, добавила еще половинку чайной ложки соли. И переложу его в миску побольше, чтобы отбивать. А то я прокрутила в эту миску, а в ней неудобно будет ни отбивать, ни потом убирать в холодильник. Так. И теперь наш фарш нужно хорошенечко отбить, пока он не станет вязким. Вот так прям. Аккуратнее, не заляпать всю кухню. В общем, вот так. Вот так. Все, отбиваем наш фарш. В общем, достаточно, я думаю, фарш. У нас такой стал, видите, он стал волокнистый, с него вышел лишний воздух. Все, накрою крышкой и отправлю в холодильник. Минимум на 2 часа. А лаваш мы сегодня приготовим с картофельного пюре. Вчера делала пирожки с картошкой. Пюре осталось. Я думаю, у всех часто такая ситуация бывает. Но вкусное пюре, но уже не вкусно на следующий день. Но будут с него вкуснейшие лаваши. У меня тут жареный лучок в нем. Естественно, на маслице. То есть осталось добавить муку и сделать тесто. Не пропадать же добру. Я хочу еще немного куркумы добавить сюда. Просто для цвета. Еще хочу добавить укропчик. У меня в морозилке был. Немножко укропчика добавлю. Соль, перец в пюре уже есть. Поэтому больше добавлять не надо. Буду добавлять муку, пока не получится тесто, с которым можно будет работать. Прямо вот так. У меня тут оставалось буквально три картошки. Три картофелины. Все. Формируем тесто. Вот, посмотрите, какое у нас тесто получилось. Сформировала колобочек. Сколько муки, я вам писать не буду. Потому что и сорт картофеля разный может быть. И муки съесть может совершенно по-разному. Смотрите, чтобы получилось вот такое тесто. Оно все равно слегка липкое. Но мы сейчас будем еще его подпылять при раскатке. Сейчас я помою руки. Будем дальше действовать. Припылю немного мукой. Сформирую теперь колбаску. Из нашего желтенького, симпатичненького теста. Вот так колбаску сделаем примерно. И нарежем теперь на кусочки. Взвешивать не буду. Так нравится. Какой размер нравится. Все. Теперь сделаю с них маленькие колобочки. В сторонку пока. Будем раскатывать наши лепешечки. Подождите. Сначала включу уже сковородки. Раскатываю вот так небольшие лепешечки. Припыляю их мукой, чтобы не прилипали. Видите, как хорошо. И картофельное пюре пригодилось. И за лавашом бежать не надо. Как говорится, голь на выдумку хитра. Сковородки я включила. Газ включила, вернее, под сковородками. Они уже у нас разогреваются. Ждут своего часа. Где-то порвалось. Пальчиками раз. И все. И все целое. Посмотрите, как хорошо они уже румянятся. Солнышки. Чуть-чуть их вот так. Лишнюю муку можно повстряхивать. Но я уже взяла кисточку. И вот на готовых слегка можно смахивать лишнюю муку. Ее тут немного. И накрываем. Еще хочу сказать, тесто лежит немного. Оно потом больше поддается. Оно еще более податливое становится. Можно сделать еще тоньше лаваши. Еще сильнее раскатать это тесто. Но это уже по вкусу. Кому хочется потолще, кому потоньше. Это можете раскатывать тоже по своему вкусу. Ну все, девочки, мальчики. Посмотрите. Наши лепешечки готовы. Буквально 15 минут. Ну их, конечно, здесь немного. Но на ужин нам точно хватит. Еще останется. Посмотрите, какие они симпатичные. Солнышки. Посмотрите, любое беру. Все очень классные. Я их сейчас накрою полотенчиком. И все, они станут вот все вот такие мягенькие. Можно будет люляшки в них заворачивать спокойно. Включила средний огонь на плите. Ставлю разогреваться сковородку. Приготовила масло, чтобы руки макать масло. И достала из холодильника наш фарш. У нас уже вечер, все вернулись. Можно приготовить наши люляшки. Разогреваем сковороду. Наливаю на сковородку немного масла. И его тоже разогреваю. Смакиваю руки в масло. И начинаю формировать наши люляшки. Буду их скручивать в форме стандартных люля. И выкладываю на сковородку. Можно даже узорчик чуть-чуть. Можно готовить. Руки не мочите водой, потому что потом будет масло у вас брызгать по всей, вернее, вода брызгать по всей кухне. Лучше маслом смазывайте, чтобы не прилипал фарш. Вот так. Парш липкий. Очень хорошо лепятся наши люляшки. Не буду делать рисунок. Хочу, чтобы были более круглые. С одной стороны зарумянились, переворачиваем. Обжаривается наш люля-кебаб. Я нарежу для него лучок. Лук полукольцами нарезала. И сюда же нарежу немножечко кинзу. Мелко не надо. Вот так нормально. Отправляю лук в салатницу, в емкость любую, какой вам удобно. Мне удобно вот в эту. И добавляю сюда. Добавляю к луку пару ложек уксуса. У меня гранатовый. Можете яблочный, можете винный, какой вам нравится. Если уксус вообще не хотите, можно добавить лимонный сок. Лимон выжать. Посмотрите, какой красивый люля-кебаб у нас получился. Сочный, сочный. Ничем не отличить от того, что с мангала. Ничем не хуже. Это зимний вариант люля-кебаба, я вам так скажу. Посмотрите, какая красота. И с нашим лавашом картофельным. Это вообще супер. Это делается вот так. Берем лавашик. Кладем туда люляшку. Люляшик. Люля-кебаб наш. Кладем сверху лучок. Ой, подождите минутку. У нас же есть вот еще что для этого дела. Перец цицак, который я сама закручивала. В этом году не успела вам показать, как я это делаю. Он у меня очень острый, поэтому возьму вот так, не целый. Потом заворачиваете. И отдаете мужу. Это вкуснятина. Попробуйте. Ничем не отличается этот шашлык, этот люля от мангального. Не верите? Сейчас попробую. Копченая паприка, которую я добавила в фарш, она дала вкус копчености. И реально шашлык получился, вернее люля-кебаб получился, как будто бы с костра, с мангала. Очень вкусно. Попробуйте. Это совсем не котлеты. Это реально люля-кебаб. А с этими лепешками картофельными вообще красота. Никакой лаваш не нужен. Намного даже вкуснее. Попробуйте. У вас будет ваш личный, собственного производства и лаваш, и люля-кебаб. И ничем не отличающийся от того, что продают в ресторанах. Что нам подают в ресторанах. В общем, попробуйте. Очень вкусно. Цицак тоже очень вкусный. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем самое главное. Мирного неба над головой. Здоровья, гармонии. Всего самого-самого лучшего. Будьте счастливы. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok